Это новости на главном городском. Я Мила Наурусова. Здравствуйте. О самых важных и интересных событиях вторника расскажу прямо сейчас. И вот лишь некоторые темы, заслуживающие вашего внимания. Субтитры делал DimaTorzok Ответы в нашем материале. Влюбленные в спорт. Как прошел турнир по мини-футболу весенний кубок Краснодара и кому досталась пальма первенства? День будни для кого-то, а для моих коллег настоящий праздник. В Краснодаре подвели итоги конкурса Крайбового союза журналистов. Наградили лучших акулпера, объектива и микрофона. Профессиональные поощрения ежегодно находят лучших из нас. Объективность, острота и талант – главные качества журналиста. В этот раз в числе отмеченных наши коллеги с Первого радио и ГТРК. Работа журналиста кому-то может показаться простой и прозаичной. Без души, без стремления докопаться до сути, а порой даже без серьезных физических и моральных нагрузок ни один из нас не уходит с работы довольным собой. Чем и за что отметили журналистов нашего канала, расскажем в сюжете. Союз нерушимый. Обсудить и поздравить тех, кто заслужил награды. Наш конкурс – это не столько и не только про работу, сколько про огромную любовь к профессии, про преданность к профессии, про желание быть полезными, помогать, узнавать информацию, желание быть объективными. И те работы, а в этом году их множество. Это действительно были достойные работы. Очень сложно было в этом году определиться. Конкурс – это, конечно, такая точка, обзор, чтобы увидеть возможность нашей профессии, чтобы посмотреть и понять, что и в маленьких, и в больших городах есть профессионалы, которые не только выполняют свою работу, но и любят то, чем занимаются. Это видно. Любимую программу. И от нее кайфую не только я, но, я надеюсь, и зрители. Спасибо большое жюри, что отметили нас в специальной номинации. И у меня на этой неделе день рождения. И вот то, что путевка в Анапу мне досталась, это просто мечта. Мне как раз ее не хватало в жизни до полного части. А Нике для того же нужно было устроиться в телекомпанию «Краснодар» гримером. После окончания курсов визажистов пришла делать ведущих и корреспондентов неотразимыми. И однажды напросилась на съемку, попробовать себя как журналист. Первый блин оказался настолько никомым, что через несколько месяцев после дебюта Нике доверили делать программу по-хорошему. И она настолько оказалась хороша, что именно за нее жюри присудила молодой журналистке золотой микрофон. Я немножко в смятении того, что сейчас происходит. Я недавно на телевидении. Мои программы, это, можно сказать, вообще мой первый опыт. И я очень благодарна Союзу журналистов, что меня заметили. Спасибо. Очень сейчас волнуюсь. У меня трясутся руки немножко. Это успех, но не головокружение от него. Маленькая золотая веха на пути. Страшно представить, что было бы, если бы Ника не захотела однажды стать хозяйкой гримерки. А от работы в ней до вот такого признания пройдено расстояние всего в несколько месяцев. Сегодня действительно мы назвали именно лучших журналистов Кубани, которые являются профессионалами. Среди них много молодых. Это те люди, вот та армия, 67 человек, которые сегодня награждались. Все они объединяются под словом «лучшие». Золотое перо окрыляет. Две жарптицы телеканала «Краснодар» опалили своим очарованием торжественную церемонию Союза журналистов и вернулись из сказки работать дальше. Виталий Молчанов, Роман Недельский, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы готов более чем на 50%. Реализацию крупных региональных проектов обсудили сегодня на совещании, которое провел глава региона. Строительство медицинского учреждения ведется по графику. Первых пациентов корпус должен принять в июне следующего года. Также в Краснодаре продолжается работа по созданию медкластера. Немаловажно, не то что Краснодара, а для края. Вопрос это строительство современнейшего медицинского кластера, в том числе и современного высокотехнологичного онкологического центра. Сегодня ведется проектирование, оно уже завершается. Как и в целом обозначено уже и находится в разработке самого места расположения медицинского кластера. Коллеги, вот здесь у нас точно нет времени, как говорится, на раскачку. Я хочу понимать, что у нас сегодня с проектом и со стадиями, которые могут нам говорить о завершении проектирования, и уже, понятно, пройти необходимую экспертизу и приступить к работам по строительству онкологического центра. Естественно, и иных лечебных учреждений, которые будут в этом медицинском кластере. В медицинском кластере разместится крупнейший на Виге России онкологический центр. Жители региона смогут получать помощь, начиная от навешивания, диагностики и заканчивая полноценным лечением, не выезжая за пределы Краснодарского края. И еще немного о строительстве. Дольщикам трех проблемных домов Краснодарского края выплатят компенсации на сумму более 1 миллиарда рублей. Денежную компенсацию получат и дольщики проблемного ЖК «Преображенский» в Краснодаре. Об этом сообщил первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко. Достраивать дома не будут, так как это нецелесообразно. Такое решение принял наблюдательный совет Федерального фонда защиты прав дольщиков. Компенсацию получат также владельцы квартир ЖК «Абсолют» в Сочи. Это 21-этажный дом по улице Островского в Сочи, дольщики которого должны были получить квартиры в 2018 году, а также два литера ЖК «Преображенский» в поселке Краснодарском, сдача которого планировалась еще в 2014 году. Всего по всем трем домам заключено 360 договоров долевого участия. По каждому дольщику будет выплачена компенсация денежных средств. На ближайшие три года по решению губернатора Крайвини Минокондратьева регион выделит почти 2 миллиарда рублей в качестве взноса в Федеральный фонд. Это позволит привлечь свыше 6 миллиардов федеральных средств на достройку инвестиционно-непривлекательных долгостроев. Ну что же, и мы тем временем вернемся к главной трамвайно-дорожной городской новости. Сегодня началось движение по новому разворотному кольцу на перекрестке улиц Солнечная и Московская. Как это было, что предшествовало и какие дальнейшие планы, расскажет уже постоянный гость строителей и водителей Роман Макропула. Вот и настал долгожданный день. Трамвай пошел. А вместе с ним и машины. Движение по разворотному кольцу теперь не только возможно, но и активно идет. Впрочем, также активно автомобилисты начали осваивать открытую во всех направлениях проезжую часть. С некоторым опережением графика стал слышен стук колесных пар по новеньким рельсам. Наконец-таки вернулись трамваи сразу пяти маршрутов. Пятерка, восьмерка, пятнадцатый, двадцать первый и двадцать второй трамваи вернулись в привычную для себя среду обитания. Именно на перекресток Солнечный и Московская. Трамвай номер ноль ушел туда, откуда не возвращаются. В историю. Работы, впрочем, еще достаточно. Пока это только технический пуск в эксплуатацию. Некоторое время рельсы будут понемногу просаживаться. Вместе с ними и грунт. Притрутся к колесам рельсы, а контактная сеть к пантографам. Уже завтра появятся временные остановочные пункты. А через две недели – постоянные. Тогда же ту часть рельс, что пересекает дорогу, оденут в асфальт. Раньше нельзя. Грунт еще не просел. Специалисты уверяют – дальше легче. Данный участок при производстве работ был из всего объекта самый сложный. То есть были самые глубокие коммуникации, самые большие диаметры. И все находилось в одном месте на перекрестке. Но данный участок прошли дальше, уже будет попроще. Глава Краснодара Евгений Первышев в очередной раз проверил ход работ на выездном заседании. Теперь вопросов не осталось. Все сделано качественно и в срок. Считавшееся спорным решение по началу работ именно с перекрестка оказалось правильным и верным. Можно было бы, конечно, начинать с укладки непосредственно полотна и вести строительство трамвайной линии по улице Московская. Но в любом случае мы бы к этому перекрестку вернулись. Поэтому здесь необходимо было сделать переустройство разворотного кольца и, безусловно, переложить все непосредственно инженерные коммуникации, чтобы сюда уже больше не возвращаться. Надеюсь, работа выполнена таким образом, что несколько десятилетий больше мы этот перекресток кровать не будем. Вместе с вчерашним заходом солнца зашли еще и две эпохи. Первая – маршрут без кондуктора, без билетов, без оплаты, но с пересадками. И вторая эпоха – эпоха автомобилистов. Безраздельно и единолично правили они на этом пятачке земли больше трех месяцев. Теперь же водителям, пересекающим перекресток на Московской, надо особенно внимательно смотреть по сторонам. Автолюбители, помните, на перекрестке Солнечной и Московской опять поселились большие трамваи. Поэтому будьте аккуратны при его пересечении. Возможно, вы от них отвыкли, а вот они от вас нет. Роман Макропула, Михаил Дроздов, Александр Сенников, Юлия Дайнега, телекомпания «Краснодар». Мы идем далее. Ни засухи, ни потопа – все в пределах нормы. Краснодарское водохранилище работает в штатном режиме, несмотря на продолжительные дожди и таяни снегов. Сейчас ежесекундно в русло реки Кубани сбрасывается 290 кубических метров жидкости. При том, что водохранилище спроектировано так, что пропускать за этот промежуток времени способно до 1500 кубических метров. Так что ни весенний, ни летний поводок на данный момент опасности не представляет. Конечно, форс-мажорные ситуации исключать нельзя, поэтому уровень воды эксперты проверяют каждые два часа. Мы подошли к отметке НПУ 32,75. На данный час у нас отметка 32,84. То есть мы полностью набрали водохранилище водой, которую будем отдавать в сезон потребителю. Также есть свободная емкость, в которую можно добавлять ту талую воду, которая будет к нам приходить. Запас есть. Основные функции Краснодарского водохранилища – исключить подтопление низовья в реке Кубани, а также дать потребителю воду на орошение рисовых полей. Как говорят эксперты, с этой задачей она справляется. Никаких критических ситуаций на данный момент не предвидится. Краевая столица с каждым годом становится все зеленее и краше. Согласитесь, приятно, когда эти изменения происходят в том числе благодаря жителям города. И сейчас любой из вас сможет принять участие в акции «Краснодар. 10 тысяч деревьев». Ее первый этап – раздача саженцев – прошел сегодня. Во все округа краевого центра отправились молодые липы, ивы, клены и березы. Их городу подарили меценаты нашего региона. На первоначальном этапе весенней акции планируется выдать порядка 4,5 тысяч саженцев деревьев и около 2,5 тысяч саженцев кустов. Будут розданы всем округам – это Крикубанскому, Карасумскому, Западному и Центральному, а также депутатам городской думы Краснодара. Нашему округу передан гибискус в количестве 150 штук, тополь в количестве 70, и также ясня в таком же количестве. Данные деревья планируется раздавать председателям ТОСам, ТСЖ, также садикам, детским тоскольным учреждениям, всем желающим, кто хочет посадить и облагородить свою территорию во время месячника городского. Эта инициатива приурочена не только к месячнику по наведению санитарного порядка и благоустройства, но и к всероссийской акции «Сад памяти». Так, озеленение города приобретает дополнительный смысл – заложить вечный памятник героям Великой Отечественной войны. Чтобы стать участником акции, нужно позвонить в администрацию своего округа и помочь Краснодару стать еще зеленее на 10 тысяч деревьев и 2,5 тысячи кустарников. С приходом весны наполняются светом и новыми красками улицы нашего города. Города, который стремительно развивается и благоустраивается. На улице Черкасской продолжают ремонтировать дорогу. На выходных участок от Восточно-Кругляковской до Героев-разведчиков перекрыли. Срезали верхний слой асфальтобетона. Здесь уже готовятся работать над ливневой канализацией, газовыми и тепловыми сетями. Дорога, на которой трудится спецтехника по графику, с 7 утра до 10 вечера находится рядом с жилыми домами. Глава Краснодара Евгений Первушев на месте предложил сократить сроки реконструкции магистрали. По контракту 8 месяцев. Можно и 8 месяцев это делать. Но если ужаться по времени и терпению набраться, то можно значительно сократить. В август, в сентябрь все будет готово. Может быть еще какие-то работы, которые не доставляют неудобств. Может быть их каким-то образом скорректировать, чтобы мы как раз постарались в августе завершить этот форум. То есть мы где-то на 2 месяца планируем раньше срока выйти из этого объекта. Здесь вот именно работа с населением, разъяснительная работа должна быть очень активной. Диалог с жителями района глава города поручил вести администрации Прикубанского округа. И если согласие увеличить, интенсивность работ будет достигнута, дорогу закончат досрочно. Прямо сейчас небольшая рекламная пауза. Сразу после продолжим делиться не менее важными и интересными новостями. Не переключайтесь. Вернут ли в школах к краевой столице шведские столпа краснодарские? Подробнее о том, какое питание получают наши школьники, расскажем совсем скоро. Производить конкурентоспособную продукцию и продвигать ее на рынке. Можем, умеем и практикуем. В Ташкенте на международные выставки и на промо в эти дни представляют промышленный потенциал нашего региона. Влюбленные в спорт. Как прошел турнир по мини-футболу весенний кубок Краснодара и кому досталась пальма первенства? Это главные городские новости. Благодарю за неравнодушное отношение к важным событиям как города, так и края. К слову, бегают по нашему городу не только трамваи, о которых мы говорили ранее, но и люди. И не только в Краснодаре, но и по всему Краснодарскому краю. Почти 3 миллиона жителей региона регулярно занимаются физкультурой и спортом. Профессионалов и любителей на Кубани около 55%. Край считается лидером по этому показателю. Сегодня отмечается Международный день спорта. Как отметил Вениамин Кондратьев, в нашем регионе с каждым годом становится все больше людей, которые приобщаются к активному образу жизни. За последние пять лет к спорту в крае приобщилось 388 тысяч жителей. В этом году планируем вовлечь еще как минимум 120 тысяч человек. Цель регионального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» увеличить долю занимающихся до 55% к 2024 году. Мы достигли этого показателя еще в прошлом году благодаря развитию спортивной инфраструктуры, в том числе строительству объектов шаговой доступности. Так, за последние три года на Кубани возвели 30 многофункциональных спортплощадок, 23 спорткомплекса шаговой доступности, а также 4 бассейна и 3 универсальных спорткомплекса. С приходом тепла и послабления санитарных требований наша жизнь начинает постепенно обновляться. Появилась возможность посещать и участвовать в культурных и спортивных мероприятиях. Так, влюбленные в спорт горожане собрались на одной из площадок Кубанской столицы, где прошел турнир по мини-футболу «Весенний Кубок Краснодара». Как это было, расскажет Оксана Ехимович. Быстрый летящий футбольный мяч стал символом турнира по мини-футболу «Весенний Кубок Краснодара». За Кубок Чемпионов турнира боролись команды Краснодарской городской общественной организации, администрации Прикубанского округа, Кубанского казачьего войска, молодежного парламента и другие. Всего приняли участие 8 команд в составе по 5 игроков, а организаторами турнира стали депутаты Галина Ермакова и Серафим Тимченко. Мы сегодня сделали почин спортивным мероприятием, потому что мы так давно ждали, мы так хотели, чтобы быстрее уже выйти на свежий воздух и заняться спорт, нам пообщаться. И вот сегодня турнир, он удался, вот сейчас идет бой за первое место. Вот я очень хочу, чтобы эти все мероприятия в нашем городе Краснодаре были как можно чаще. Все для этого делает администрация города и городская дума, чтобы мы все выходили на улицы, благоустроенные спортивные площадки, благоустроенные стадионы, детские площадки. Очень приятно, что сегодня весенний день, хорошая погода, тут даже маленький дождик, который срывается, он ни в коем случае не мешает нам проявить себя, проявить спортивный дух, проявить дух болельщика и поиграть и выявить победителя. Конечно же это важно, в наше время важно восстанавливаться, находить время и встречаться здесь за товарищеской игрой. Здесь сошлись разные команды, как коммерческих предприятий, администрации, депутатский корпус. Турнир прошел в несколько этапов, серьезный настрой и желание победить чувствовались в каждой игре. Борьба была напряженной до самого конца соревнований, а в финальном матче победный гол был забит на последней минуте. Пальма первенства досталась команде администрации Прикубанского округа. Также призерами турнира стали команда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Анатолия Серова и команда одной из крупнейших строительных компаний нашего края. Мне ко главе Прикубанского округа поступило предложение выставить свою команду. И мы решили, что это субботнее утро нужно провести в спорте. За моей спиной мои коллеги, мои сотрудники, наша команда Прикубанского внутригородского округа так уж вышло, что мы стали победителями этого турнира. Но в рамках и этапах этого турнира были очень сильные соперники. По окончанию соревнований все команды награждены подарками от партнеров мероприятия, а призеры – кубком чемпиона и медалями. Однако поздравить нужно всех участников турнира, ведь самая главная победа – это любовь к футболу и не только желание наблюдать за ним, но и умело отбивать и забивать мячи. Оксана Ехимович, Павел Сагайдак и Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». А прямо сейчас новость уже международного масштаба. Промышленные потенциалы нашего региона на выставке и на промо, которая проходит в эти дни в Ташкенте, представляют 12 предприятий. Среди них научно-производственная компания имени Седина, Южный завод тяжелого станкостроения, Абинский электрометаллургический завод, Кубанская картонажная фабрика. Всего же в мероприятии принимают участие представители 300 крупных компаний из различных регионов России. Делегацию Краснодарского края возглавляет вице-губернатор Александр Рупель. Все достаточно устали от недостатков контактов, которые проходят именно в офлайн, когда люди смотрят в глаза друг к другу, договариваются о чем-то. Сегодня мы расширяем вектор присутствия Краснодарского края, естественно, на рынке Узбекистана. У многих это уже получается, многие сюда приехали впервые для того, чтобы наладить контакт и расширить сферу взаимодействия. Товарооборот между Россией и Узбекистаном за прошлый год вырос на 15,5% и составил более 5 миллиардов долларов. Это стратегический партнер, с которым отечественные компании создают и будут реализовывать крупные проекты в различных отраслях экономики. Такие выставки – возможность найти новые точки роста, партнерские связи, экспортные контракты и для нашего региона в том числе. Но если вернуться в Краснодар, то с уверенностью можно сказать, что и здесь деловая жизнь бьет ключом. У предпринимателей из кубанской столицы стали появляться популярностью и пользоваться популярностью интернет-магазины. Их приобретают наши бизнесмены все чаще. Интерес к электронной торговле подскочил на 77%, и это неудивительно, ведь это не так-то и дорого. В среднем готовый интернет-магазин обойдется предпринимателю порядка 100 тысяч рублей. На втором месте по популярности – строительные предприятия. На них тоже значительно вырос спрос, но стоит такой бизнес дороже. Средняя цена на него – 350 тысяч рублей. Интересуются краснодарцы и приобретением точек общественного питания и услуг. Можно, конечно, найти такое заведение и за 380 тысяч, но для того, чтобы стать владельцем приличного кафе или бестро, то выложить за него придется не менее 800 тысяч рублей. Вообще развитие предпринимательства в нашем городе более чем логично. Мер поддержки предостаточно, да и обучают у нас вести бизнес на высоком уровне. Даже тех, кто раньше никакого отношения к предпринимательству не имел. Для этого в Край запущен проект «Бизнес молодых». Напомню, молодые предприниматели Кубани могут подать заявки на бесплатное обучение в госшколе стартапов до конца апреля. Вопросы по организации своего дела в Краснодаре стали звучать все чаще, как, впрочем, и ответы на них. С чего начать? Кого спросить? Как найти свою нишу? Стоит ли вообще затевать? В нашем городе действует сразу несколько каворкингов, где делятся своим опытом и знаниями гуру бизнеса. Но всегда важно и интересно смотреть и слушать истории тех, у кого уже получилось. Куда обратиться? Куда позвонить? Как составить бизнес-план? Ответы на эти вопросы и истории можно легко найти в нашей программе «Бизнес-курс». Это не скучная диалоги о том, ах, как было бы прекрасно открыть, например, кофейню или стать мастером кружевных дел. Это о том, что вам придется пережить на самом деле, если вы решитесь. Пути героев Анны Григорьевой не всегда простые и гладкие. Но на то она и программа про реальность бизнеса, в которую все больше и больше краснодарцев хотели бы погрузиться. И этих людей могу понять, ведь каждый ищет себя. Кто-то находит в профессии, а кто-то в своем деле. Но за деловой активностью не стоит забывать о здоровье. Последние несколько месяцев доказали, что народная мудрость права, и дороже его у нас с вами ничего нет. Упрямая статистика снова диктует цифры, переваливающие за сотню. 107 человек в нашем крае за последние сутки оказались инфицированы коронавирусом. И больше всего снова в Краснодаре. 31. Если смотреть на общую картину, то с начала пандемии такой диагноз был поставлен более чем 43 тысячам жителей. 37 тысяч из них выздоровели и были выписаны. Показатели стали радовать и медиков, и самих жителей Кубани, когда появилась прививка и возможность прививаться. Кстати, уже 225 тысяч кубанцев сделали укол здоровья. В униципалитетах продолжают работу порядка 150 стационарных и выездных пунктов вакцинации. Так что не забывайте, что коронавирус еще силен и опасен. Советуйтесь с врачами, консультируйтесь в поликлиниках и принимайте взвешенное решение, от которого зависеть будет ваше здоровье в первую очередь. К слову о коронавирусе, а точнее о тех, кто встал на защиту в этой борьбе с вирусом. Да и не только с ним, о врачах. Мы называем их героями в белых халатах и говорим им спасибо за то, что они, несмотря ни на что, бросаются нам на помощь в самых сложных и безнадежных ситуациях. За этими сильными руками, спокойными взглядами и уверенными голосами стоят судьбы даже не отдельных людей, а целых семей. У каждого из них история, достойная. Если не книги, то точно сценарий для хорошего фильма. Его мы и решили вам показать. На нашем канале начался показ сериала «Практика». В центре внимания хирург Евгения Королева. До появления в ее больнице нового заведующего все у нее было хорошо. Но эти общий язык с новым начальником ей непросто. Как будут развиваться отношения главной героини и руководителя, узнаете из очередной серии. Каждый будний день в 14.45 на нашем канале многосерийный фильм «Практика» о жизни врачей, которую не видят пациенты. Мы как-то уже... Мы, конечно, очень бы хотели вернуться к данной форме питания именно у младших классов. Но в связи с тем, что еще пока нет вот этих механизмов, каким образом, как правильно это считать и финансировать, мы не можем вернуться. И очень хотелось бы, может быть, поднять этот вопрос на более высоком уровне. И эта позиция понятна. Когда у детей есть выбор, что съесть на завтрак или обед, никто из них точно не останется голодным. У нас установлен график родительского дежурства. Мы можем прийти, посмотреть, горячее ли это питание. Но вот с сентября месяца еще не было холодного. Я мама двоих детей младшей школы и старшей школы. Питание очень достойное. Спасибо вам большое. У меня дети накормлены, сыты. Я очень довольна. Спасибо. С удовольствием даже иногда могу приобрести что-то, купить. И у меня ужин уже на столе есть. Теперь и вы знаете, где можно научиться готовить вкусный обед для всей семьи. Отрадно, что детское питание в Краснодаре на высоком уровне. И напоследок, на пять с плюсом. Акция «Тотальный диктант» стартует в Краснодаре. Писать под диктовку будут не только школьники, но и каждый, кто любит родной язык и хочет в этой любви себя проверить. В роли чтецов выступят узнаваемые жители города. А заданием станет отрывок рассказа известного российского писателя Дмитрия Глуховского. «Тотальный диктант пройдет в офлайн-формате. То есть люди могут прийти и написать текст диктанта в традиционном виде на площадках под диктовку наших чтецов. Чтецы – это всегда известные люди города, те, кто улучшает жизнь города, либо писатели, редакторы». Цель акции ясна и прозрачна. Поднять уровень знаний населения и напомнить – грамотная речь и устная, и письменная – необходимо. Особенно тем, кому кнопки гаджетов и клавиатура компьютера окончательно заменила лист бумаги и синюю ручку. На канале Краснодар.